Несмотря на не совсем жаркую по июльским меркам погоду, любители солнечных ванн и водных процедур спешат понежиться под лучами теплого летнего солнца. Однако состояние мест отдыха далеко не такое радужное, как погода. Из 84 пляжей Брестской области на 65 обнаружены нарушения, связанные с санитарно-эпидемиологическим состоянием. На данный момент 90% этих нарушений устранены. За 10 пляжами ведется контроль. Купальное табу наложено и на самые популярные среди брещан места отдыха. На центральном пляже города Бреста ограничено купание. То есть, как понять ограничено, не рекомендовано купаться детям и взрослым, поскольку микробиологические показатели не соответствуют санитарным правилам. Сегодня на центральном пляже Бреста можно увидеть взрослых и детей, беззаботно загорающих и купающихся в не совсем чистой воде. Красноречивая табличка «Купание запрещено» совершенно не останавливает любителей водных процедур. Что же заставляет людей идти на пляж, не обращая внимания на воду, сомнительной чистоты? Многие ссылаются на близость излюбленного водоема от дома. В зависимости от того, какие таблички здесь стоят, я все равно каждое утро плаваю. Сегодня купался, это уже второй раз в этом году. Первый раз это было на 9 мая. Я приехал из России. Сегодня на день свадьбы к дочери приехал сюда. Так что здесь все хорошо, вода прекрасная. Водичка теплая, состояние пляжа удовлетворительное, мусора нет. Это очень радует. Однако в процессе самостоятельной проверки водички на пригодность к купанию можно подцепить инфекцию или стать счастливым обладателем паразитарного заболевания. Поэтому, несмотря на то, что контроль за санитарным состоянием пляжа, мест купания и качеством воды осуществляется еженедельно, к выбору места под солнцем нужно отнестись серьезно. Впрочем, как и к информационным стендам на территории пляжей. Как говорится, береженого Бог бережет.